Философия сознания отличный выбор. Давайте разработаем структуру статьи, введения, определения философии сознания. Зачем важно изучать этот аспект разума? История философии сознания, обзор основных философских течений относительно сознания. Основные теории, познания идеалистов, например, Беркли и Канта. Материалистические подходы, включая мнение Маркса и философов физикализма. Современные течения, функционализм, исследование сознания с точки зрения его функций. Нейрофилософия, взаимосвязь философии и нейронауки. Этические и социальные аспекты, как философия сознания влияет на понимание этики и социальных вопросов. Актуальные дебаты и проблемы, проблемы свободы воли. Вопросы тождества и интеграции. Заключение резюме основных точек и возможные направления будущих исследований. Что вы думаете об этой структуре, и есть ли какие-то конкретные аспекты, которые вы хотели бы почеркнуть или углубить? Проблемы свободы воли. Отличная тема. Давайте углубимся в раздел проблемы свободы воли. Определение свободы воли. Разъяснение основных понятий и трактовок свободы воли в философии. Философские точки зрения, сравнение различных теорий о свободе воли, таких как детерминизм, индетерминизм, и совмещенные подходы. Проблема предопределения, рассмотрение дилеммы между предопределением и свободой воли. Эмпирические исследования, обзор результатов научных исследований, связанных с пониманием свободы воли с позиции нейронауки и психологии. Философская рефлексия, как философы современности рассматривают проблемы свободы воли и какие аргументы они выдвигают. Этические и социальные аспекты, как вопросы свободы воли влияют на понимание морали и ответственности. Будущие направления и дебаты, перспективы разрешения проблем свободы воли и возможные течения будущих дебатов. Какие-то конкретные аспекты или аргументы, которые вы хотели бы включить в раздел о проблемах свободы воли. Аргументы включим несколько ключевых аргументов в раздел о проблемах свободы воли, аргумент детерминизма, обсуждение идей, что все события предопределены набором предыдущих событий, и как это влияет на концепцию свободы воли. Индетерминизм и случайность, рассмотрение альтернативной идеи, что некоторые события могут быть случайными и как это влияет на возможность свободы воли. Компатибилизм введения концепции, которая пытается совместить свободу воли с предположением детерминированного мира. Функциональный аспект свободы воли – аргумент, что свобода воли может быть понята не как отсутствие внешних ограничений, а как способность принимать осознанные решения в соответствии с собственными целями. Психологические исследования и свобода воли – подробное рассмотрение результатов экспериментов и исследований, которые могут указывать на ограничение свободы воли в контексте человеческого поведения. Критика и альтернативы – обзор критики различных точек зрения и представления альтернативных трактовок свободы воли. Какие-то дополнительные аспекты или конкретные аргументы, которые вы хотели бы включить в этот раздел? Факт-факт. Вопрос о свободе воли является одним из древнейших и наиболее сложных вопросов в философии, затрагивая как метафизические, так и этические аспекты человеческого существования. Аспекты рассмотрим. Несколько ключевых аспектов вопроса о свободе воли – метафизический аспект, исследование природы свободы воли в контексте общего устройства мира и вопросов детерминизма. Этический аспект – рассмотрение свободы воли в контексте этики и ответственности за свои действия. Научный аспект – анализ научных исследований, касающихся связи между мозговой деятельностью и принятием решений, и как это влияет на свободу воли. Философская история – понимание того, как философы разных эпох рассматривали и решали вопрос о свободе воли. Социальный аспект исследования как представление о свободе воли влияет на общественные и политические структуры. Культурный аспект – рассмотрение влияния культурных, религиозных и исторических факторов на понимание свободы воли. Индивидуальный аспект – анализ внутренних переживаний и убеждений человека относительно своей способности принимать свободные решения. Какой из этих аспектов вас больше интересует или есть ли еще какие-то конкретные направления, которые вы хотели бы подчеркнуть?